Но меня вот что-то интересовало. На этом саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого воевать собрались? Здесь есть некоторые внутренние противоречия. Но на самом деле это не наше дело. Пускай в основном НАТО разбираются, кому и за что сколько платить, но нас это не очень беспокоит. Мы обеспечиваем свою обороноспособность, делаем это надёжно, с перспективами на будущее. Мы в себе уверены. Но если говорить о НАТО, есть и ваши соседи, которые в свою очередь хотят обеспечить свою безопасность благодаря НАТО. Для вас является ли это знаком недоверия, нечто вызывающее скандальное отношение? Для нас это является знаком того, что наши партнёры, извините меня, и в Европе, и в Штатах проводят недальновидную политику. Они не смотрят на шаг вперёд. Нет такой привычки. Уже привычка такая пропала у наших западных партнёров. Когда Советский Союз прекратил своё существование, тогда западные политики нам говорили, это не было зафиксировано на бумаге, но это точно совершенно было сказано, что НАТО не будет расширяться на восток. А некоторые немецкие политики того времени предлагали вообще создать новую систему безопасности в Европе с участием и Соединённых Штатов, кстати говоря, и России. Если бы это было сделано, то тогда не было бы тех проблем, с которыми мы столкнулись в последние годы, а именно расширение НАТО на восток вплоть до наших границ, продвижение к нашим границам военной инфраструктуры. Не было бы, может быть, и выхода Соединённых Штатов в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне, а этот договор являлся краеугольным камнем сегодняшней и будущей безопасности. Не было бы, может быть, строительства элементов ПРО в Европе, в Польше, в Румынии, что, безусловно, создаёт угрозу нашим стратегическим ядерным силам и нарушает стратегический баланс. Что само по себе крайне опасно для международной безопасности. Может быть, всего бы этого не было, но это произошло. Назад не открутить, назад плёнку в истории не открутишь. Это не фильм художественный. Надо исходить из того, что есть. Но если мы будем исходить из того, что есть, надо подумать о том, что мы хотим в будущем. Я думаю, что все мы хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества. Значит, не нужно на ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе ещё и формулируете перспективы политики. Нет у такой политики никаких перспектив. Есть перспективы только в одном – в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности. Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают. Война идёт на Ближнем Востоке. Вот о чём надо думать. А мы всё рассуждаем, значит, о том, какие угрозы Россия создаёт. Как раз по вопросу терроризма, по вопросу исламизма, Вы говорите, что можно сделать больше, и что конкретно нужно сделать, что может сделать Россия, и почему не получается объединить усилия совместно с Европой, чтобы достичь целей? У Европы спросите. Мы хотим. Я об этом сказал, ещё выступая на 70-летие Организации объединённых наций с трибуны ООН, и призвал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором. Но это очень сложный процесс. Ну вот смотрите, после теракта в Париже, ужасного, просто кровавого события, к нам приехал президент Алан тогда, и Франсуа мне, значит, вот мы с ним договаривались о каких-то совместных действиях. К берегам Сирии подошёл авианосец Шарф де Голь. Потом Франсуа уехал в Вашингтон, и всё, Шарф де Голь развернулся и ушёл куда-то в сторону Суэцкого канала. Всё, и реальное сотрудничество у нас с Францией прекратилось, не начавшись. Значит, Франция задействована в операциях там, но в рамках международной коалиции под руководством США. Но Вы там разберитесь, кто там старше, кто не старше, у кого есть какое слово, кто на что претендует. Вы прибыли здесь для того, чтобы открыть выставку, которая посвящена 300 годам с момента установленных дипломатических связей между Россией и Францией. Эти франко-российские отношения знали взлёты и падения. По Вашему мнению, как Вы отмечаете сегодня эти отношения? Действительно, президент Макрон пригласил меня для участия в открытии выставки. Но должен сразу же сказать, что отношения между Россией и Францией складывались гораздо дольше и имеют гораздо более глубокие корни. Вот мы сегодня несколько раз вспоминали уже с президентом. В XI веке сюда приехала младшая дочь одного из наших великих князей, Ярослава Мудрого, Анна, которая стала супругой французского короля Генриха I. Её так и звали Анна Русская королева Франции. Она стала вместе со своим супругом основоположницей, её точнее сын Филипп I, стал основоположником двух европейских династий Борбонов и Вулуа, вторые до сих пор правят в Испании. Поэтому у нас гораздо более глубокие корни, хотя за последние 300 лет отношения развивались наиболее интенсивно, это правда. Я очень рассчитываю, что сегодняшние мероприятия, выставка и наши переговоры с президентом Макроном, они помогут придать этим отношениям новый импульс. Господин президент, для вас что представляет собой фигура, образ Петра I, который в 1717 году прибыл в Версаль для того, чтобы ознаменовать дипломатические отношения? Я уже говорил сегодня своему французскому коллеге, нашим французским друзьям, Пётр I – это прежде всего реформатор. Это человек, который не только внедрял самое всё лучшее и передовое, он был, безусловно, патриотом своей страны, боролся за достойное место в России в мировых делах, но главным образом он преобразовывал свою собственную страну, делал её более современной, мобильной, устремлённой в будущее. И у него очень многое получилось, если не сказать всё. Он занимался науками, образованием, культурой, он занимался военным делом и государственным строительством. После себя он оставил колоссальное наследие, которым Россия пользуется практически до сих пор. Я уже не говорю о том, что он основал мой родной город Петербург, который на протяжении длительного времени был столицей российского государства. – В России. – Амдаджи. – Амдаджи. – Амдаджи.